Секция 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 Вот когда говорят, что скоро все изменится или там что-то там, ну что, поисковые машины перестанут искать или там не будет аудитории, то есть вот Яндекс или Гугл станут непопулярны, очевидно нет. Скорее всего, в ближайшие годы этого не произойдет. Значит, эта платформа будет существовать, в ней будут аудитории, к ней можно будет доступиться. Вот, ну, например, значит, туалеты тоже являются платформой, потому что есть компании, которые развешивают рекламу в туалетах, несколько компаний, это целый рынок. Значит, туда тоже можно доступиться. Причем интересно, значит, где они там эту рекламу вешают, в мужских туалетах, в одних местах, в женских, на других стенках и так далее. Вот, смартфоны, очевидно, являются тоже платформой, очевидный десктоп, например, вашего компьютера, это тоже платформа. Просто об этом мало кто думает, но те, кто пишут трояные вирусы или тулбары, прекрасно знают, что можно не иметь своего Яндекса, но зацепиться за кусочек десктопа, то есть поставить хоть что угодно на ваш десктоп, на миллионы десктопов, и это будет платформа. Трафик оттуда, рекламу и так далее можно будет продавать. Значит, Асфальт, например, в Москве тоже является платформой, как ни странно. Причем платформой, ну, не легализованной, не институциализированной, как говорится. На ней сейчас накатывают огромное количество объявлений, и она вне правового поля, эта платформа. Поэтому накатывает кто угодно. Просто берут, рисуют шаблон, есть уже фирма, началось разделение труда, есть фирмы, которые этот шаблон вырезают для вас, понятно как, плоттером там каким-нибудь. И дальше ты идешь, накатываешь, очень хорошо работает для малого бизнеса, который привязан к географии. То есть вокруг этого малого бизнеса делаешь объявление, получаешь. Там же наркотики, как я понимаю, рекламируют и всякую дрянь тоже. Потому что платформа дикая пока. Вот. Вот трояны, как ни странно, тоже являются платформой. Если над этим подумать, если бы на Луне можно было бы рисовать рекламу, это была бы вообще самая лучшая платформа. Если бы кто-то научился, например, лазером на Луне, даже не нужно высаживать лунный трактор, который там будет краской рисовать, можно просто лазером было бы рисовать, это была бы прекрасная платформа. Значит, вообще там христианство, например, или какой-то другой бренд, такой же силы, хотя таких почти нет, это тоже платформа. Если над этим задуматься, можно понять, что очень многие люди садятся на хвост этой платформе и едут на ней. Там какой-нибудь Дэн Браун со своими, значит, Гарри Поттером для взрослых. Или сам, значит, Гарри Поттер, где на самом деле используются те же христианские идеи большой силы, но просто замаскированные. И так далее. То есть любые большие бренды и идеи тоже являются платформой, которой со стороны кто-то может получить доступ. Какой это доступ? Я сейчас подробнее скажу. То есть понятно, что доступ бывает авторизованный, когда, скажем, в Фейсбуке вы можете просто рекламироваться или в LiveJournal. Бывает неавторизованный серый, то есть такая серая зона, про которую многие знают, что можно доступиться к аудитории таким способом со стороны, ничего уже не платя платформе. Понятно, что платформа получает свои деньги только с авторизованных видов доступа. Есть серая зона, где получает кто-то еще. Ну, самый простой пример, очевидный, это поисковая оптимизация. Яндекс имеет авторизованный способ доступа. Вы можете купить медийную или контекстную рекламу на Яндексе, какое-нибудь спецразмещение и так далее. А вот органическая десятка результатов поиска, естественная десятка, она вроде бы не продается. Яндекс ее точно не продает. Но ей манипулируют за деньги. То есть какие-то третьи лица, а именно там оптимизаторские конторы, получают доступ к этой десятке. И понятно, что по всем популярным запросам эта десятка стоит серьезных денег. И что бы Яндекс этим не делал, в любом случае это будет так. Потому что если там, скажем, в Москве пластиковые окна продают тысячи компаний, а десятка всего одна, ну может быть две, то кто-то будет платить больше за то, чтобы оказаться в этой десятке из этих тысячи. Причем Яндексу вообще, говоря, по большому счету все равно. Он мог бы их по случайному счетчику ротировать, и у него все равно была бы релевантная выдача. И это, кстати, объясняет, почему Яндекс никогда не отвечает на вопросы, какие методы оптимизации являются допустимыми, белыми, а какие, скажем, он не любит. Прямо он никогда это ни в ком кодексе не сформулирует, просто потому что тогда это переведет не авторизованные доступы в область авторизованных. А тогда Яндекс должен с них получать деньги. Тогда ему надо просто там аффилированных оптимизаторов при себе иметь, брать с них деньги за оперирование в естественной десятке. В Байду, кстати говоря, так и происходит. Там у них можно просто купить место в десятке результатов. А для Яндекса это неприемлемо в силу его философии, поэтому он никогда не скажет, какие методы он признает, какие нет. Ну и понятно, что черные методы, там, Дорвей, там, всякий Клоакинг и прочее, тоже позволяет доступиться к аудитории, с ними, но про них поисковая машина знает и борется с ними, потому что считает, что они на нее влияют уже не в смысле, что деньги мимо них текут, а ухудшает качество сервиса. То же самое происходит на других платформах. Например, приложения в социальных сетях, есть некоторое количество способов их продвижения, вполне официальных, которые предлагает социальная сеть, а есть какие-то, которые обеспечивают виральность этому приложению и пока не запрещены. То есть пока никто их либо не заметил, либо не решил запретить из владельцев социальной сети. Вот. И тот, кто продвигает на этой платформе, должен это все знать и уметь этим пользоваться. Значит, ну, примеры методов доступа, вы их сами хорошо можете сказать. В электронной почте есть рассылки, сабскрайбы и так далее, более-менее там авторизованные, хотя вот как платформа, бывает платформа, конечно, проприетарная, а бывают вот такие, как интернет или электронная почта. Она даже, в общем-то, почти никому не принадлежит. Либо мы должны сказать, что там такой платформой является Google Mail, Gmail или там Mail.ru, да? Вот. А спам, вирусы и все такое являются неавторизованным способом эксплуатировать эту платформу. В СМИ, о которых нам рассказывал Носик, эта платформа, конечно, тоже никогда не умрет, потому что у нее есть специфический, как бы, способ доставки информации массовой. Там есть неавторизованные способы. Это можно в СМИ попасть, устроив скандал, можно заплатить за джинсу, можно уметь делать вбросы там специальные и так далее. Там довольно много неавторизованных способов доступа к аудитории сбоку, минуя главного редактора, минуя редакционные правила и так далее. И почти все СМИ этим грешат, конечно же. И, в общем-то, там с этим иногда и борются. То есть я несколько раз видел случай, когда там, если сообщишь про то, что готовится какая-то джинса, главный редактор это заблокирует. Но пока это работает, значит, с поисковиками я уже сказал, в социальных сетях там тоже есть боты, спам и все остальное. В блогах есть платные блогеры, есть боты, которые вообще ходят автоматически, ну и так далее. То есть примерно идея понятна, что всегда есть способ зайти сбоку, ничего не заплатив платформе и что-то сделать. И при этом быть на птичьих правах, потому что если платформа вдруг решит, что она против этого, то она может тебя закрыть в одну минуту, все эти твои методы. Понятно, что там возникают коррупционные истории, то есть внутри платформы кто-то закрывает глаза на эти методы накрутки или там виральности, или продвижения, или еще чего-то. И понятно, что всякий, кто продвигает на какой-то платформе, думает, как бы нам получить в аренду один метр государственной границы, то есть там с кем-то договориться. Все время можно слышать историю, что, а вот наша служба безопасности съездила в Яндекс, и теперь мы на первом месте. Мы договорились. Ну и тогда то же самое можно слышать про App Store, что вообще говоря, как, по какому принципу продвигают в App Store приложение, никто понять не может. И вообще говоря, надо иметь хорошее отношение с парнями из Apple. Ну, условно говоря, пить с ними по вечерам, и тогда ты как бы поймешь, в чем там фишка. Ну, какие платформы? Ну, вот можно их перечислить. Понятно, что некоторые платформы представляют собой сборище более мелких платформ. Ну, это понятно. Поисковики, СМИ, социальные сети, каждая из них является своей платформой отдельной, потому что у них принципы функционирования, авторизованный доступ к аудитории и неавторизованные методы доступа, все разные. Ну и так далее. Понятно, там мобильники, планшеты и так далее. Это новые платформы, которые появились недавно. Они еще молодые, там не сложились ни те, ни другие методы нормальные. Вот когда говорят, что, ну, пока нет монетизации. Просто не сложилось. Постепенно это все сложится. Игрушки, там, на самом деле, игры представляют собой несколько видов, там, несколько разных платформ, потому что есть несколько таких типов игр. Вот, почта, ну, там, понятно, браузер. Ну и, соответственно, десктоп, о котором я говорил, который, как ни странно, является платформой и доступ к нему. В общем, он, вот, десктоп на самом деле является в основном такой черной, незаконной платформой сам по себе, как это неудивительно. Или серый. То есть, когда вам ставят тулбар, а вы, в общем, даже и знать не знали, что вы подняли галочку о том, что этот тулбар вам поставят, это такой серый способ. То есть, понятно, вы скачиваете, например, торрент-клиент, и там еще пять каких-то прилад с галочками, все галочки по умолчанию подняты, а когда вам их уже впилили на десктоп или на компьютер, то вы не знаете, как их вычистить, потому что они прописались там намертво в регистрии и везде, в других местах, и они там сидят. Вот это такой серый способ. А бывает и черный, когда вам ставят трояны, и он там что-то делает без вашего ведома. Это тоже платформа, и доступ к ней есть. Более того, большинство поисковиков, начал это Google, например, покупая доступ к этой аудитории, они называют это дистрибуцией, платят деньги, но по сути хакерам. Может быть не хакерам, а тем, кто раздает торрент клиенты. То есть, они называются, вот у нас там, я разговаривал с такими, значит, ребятами из андеграунда, это, они называют это инсталлами, и они эти инсталлы продают там, условно говоря, за несколько рублей штука, то есть там 10, 20, 30 центов за штуку. Они продают и покупают их и Mail.ru, и Яндекс, и Google. Google был пионером в этом смысле. Вот, ну у них есть, как я сказал, такое слово дистрибуция, которое немножко маскирует эту историю. Значит, ну Яндекс, скажем, говорит, что да, они покупают, но они там всегда предлагают галочку, значит, поставить, позволяют легко снести, а кто-то там из других игроков ставит так, что и снести нельзя. Вот, это тоже такая платформа. То есть платформы тоже бывают серые и черные. Вот, значит, как продвигаться на этих платформах? Сейчас, я туда ли я залеснул? Ну да. Значит, если у вас агентство, которое, допустим, хочет продвигать на этих платформах, то вам, к сожалению, надо под каждую платформу иметь специалистов, иметь связи с платформой, иметь понимание, как это все работает, нужен опыт, часто нужен инструментарий, то есть вам нужно какие-то средства автоматического управления этой платформой, установки туда, может быть, значит, автоматического написания текстов и так далее. Значит, при этом надо понимать, что набор вот этого, это вот соотношение, вот этот вот набор вашего инструментария меняется во времени очень быстро. Вот сегодня было пять разрешенных методов и восемь неразрешенных, а завтра будет семь разрешенных и три неразрешенных, а послезавтра еще что-то. И за этим надо все время следить, причем, если метод спалился, то это довольно болезненно. Вот в оптимизации это было несколько таких случаев, когда, обнаружив нехороший метод, там тот же Яндекс, для московских компаний были вообще катастрофы, когда у некоторых оптимизаторских компаний просто все клиенты повалились и убежали к другим оптимизаторам, естественно, потому что у них страдает бизнес. Когда Яндекс тот или иной метод продвижения наконец замечал, из серых, конечно, и объявлял его черным. Значит, ну вот, соответственно, для агентства, которое продвигает, ему надо сделать вывод, для себя чем заниматься, либо это специализация на одной или нескольких платформах, и тогда вам нужно каждую из них обслуживать. Ну, понятно, это то же самое, что с программированием. Если вы программируете под Facebook, под iPhone, под Android и под Windows, то вам нужно иметь в Windows андроидных и iPhone программистов. Это программисты разные. То же самое с специалистами, которые продвигают. Вам обязательно это нужно иметь, универсальных людей почти не бывает, и знания вам придется накапливать. Соответственно, вам нужно себя продвигать как эксперта по этой платформе, вам, скорее всего, к вам придет мелкий и средний клиент, а крупного вы получите только как аутсорсер для более крупного агентства. А вот это крупное агентство, оно, соответственно, будет себя продвигать как единое окно, куда можно занести деньги вообще на интернет. Там будет написана стратегия присутствия в интернете, медиаплан общий, и дальше вот эти аутсорсеры будут наняты. Там, понятно, большие бюджеты, крупные клиенты, ну и так далее. То есть это просто другой вид бизнеса, когда ты говоришь, я вообще все в интернете понимаю, а если что не понимаю, мы человека наймем и со стороны заказчика им поуправляем. Вот. что происходит с платформами? На самом деле, эти платформы, конечно, развиваются. Развиваются они, вот тут все время такие апокалиптические прогнозы делаются, но вообще, в принципе, можно сказать, что они развиваются в сторону ускорения, усложнения, улучшения технологий, а можно сказать, что они развиваются от плохого к худшему в смысле отношения к пользователю и так далее. То есть сначала на платформах начинают предлагаться услуги, часто ручные. Например, появился Facebook, и первое, что предлагали, значит, ну создать группу, нагнать туда людей, писать туда акканты и так далее. Вот. Затем появляются продукты на этой платформе, то есть более-менее законченные и отчуждаемые решения. Затем появляются сервисы автоматические, затем все сводится к тому, что приходят какие-то игроки, которые зарабатывают на транзакции. То есть чисто механический, технологический бизнес, когда обмениваются какими-то потоками и берут себе процентики. К сожалению, так развиваются почти все платформы. Этого следует ожидать. Правда, это довольно долго. Это может занимать, но сейчас все ускоряется, но тем не менее это там многие годы. Скажем, индустрия программного обеспечения вообще этим, как бы этот путь прошла довольно там, ну там лет за 25, наверное, за 30. Вот только сейчас она приходит к тому, чтобы продавать через так называемые маркеты, типа App Store или Android Market, которые сейчас Google Play, вот, программное обеспечение и вообще не париться каналами и так далее. Вот. А сейчас, наверное, будут платформы, которые будут развиваться быстрее. Значит, ну вот примеры эволюции этих платформ. Вы сами их можете себе представить, в уме, если подумаете. Значит, поисковая оптимизация двигалась от уникальной услуги, от небольшого количества фирм, которые знают, как устроены поисковики в 2000 году, да, к всяким программам для продвижения, потом к сервисам автоматического продвижения, которые работают почти автоматически или вообще автоматически. И дальше она идет к продаже трафика, лидов и вообще, говорят, к транзакционному бизнесу. И это все равно будет неизбежно происходить, ничего с этим не сделаешь. То есть еще какое-то количество ручной работы останется, но Яндекс тоже к этому добавит. Яндекс будет менять, ну и Google выдачу, она будет все более сложной, будет все более непонятно, как попасть в десятку, десятка будет все время меняться, будет абсолютно динамический алгоритм и так далее. То есть к транзакционному бизнесу это придет все равно. Поскольку десятка горячая все равно никуда не денется и люди с Google и с Яндекса не уйдут, то бизнес все равно останется. Кто-то будет получать это самое первое место или одно из десяти, значит кто-то за это будет и платить, кто-то будет брать деньги. И вряд ли это будет Яндекс с Google, то есть они вряд ли заберут себе этот поток денег. Интернет-реклама, значит вот она от почти ручного размещения баннеров в HTML-коде пришла в конце концов к там очень высоконагрузочным баннерным сетям к продаже кликов и в конце концов к тому, что называется RTB, я там чуть позже об этом скажу, к вообще говоря такому апофеозу, когда вообще там нет ручной работы или работы агентства. И может быть даже это хорошо, потому что скажем, в продаже медики крадут гигантское количество денег у клиентов. Клиенту в общем откручивает может быть 25% от того, что он заплатил обычно, все остальное берут себе посрединя. А контекстная реклама почти сразу возникла как автоматический сервис, который продает клики, то есть это почти транзакционный сервис. Ну вот вирусы, например, это тоже платформа, как ни странно, такая черная платформа, но это платформа и она развивалась от такого более или менее ручного труда, от приколов, как раньше говорили вирусологи, ну это прыщавые подростки там развлекаются. В конце концов вирусы стали большим бизнесом, с них с их помощью стали рассылать спам, с их помощью стали инсталлировать сейчас и продавать эти самые инсталлы, то есть установки всякого веб-софта на компьютер. И сейчас собственно используют для продажи трафика и лидов, то есть анкет и всего остального. Я, например, разговаривал с одним таким деятелем андеграундом, он говорит, ну а чего я с торин клиентом или с вирусом ставлю просто на десктоп большую зеленую кнопку получить кредит. И люди нажимают, они обнаруживают у себя посреди десктопа, посреди экрана кнопку получить кредит и кто-то ее нажимает, более того, банк за это платит. Там у него есть банк, который платит за это, потому что, как ни странно, эти клики, эти анкеты пользователей, которые они там заполняют, нажав эту кнопку, они такие же, как настоящие, деньги у них тоже настоящие. Там есть конверсия, эта конверсия известна, если ее можно посчитать, то известно, сколько можно за такой клик, за такую анкету, точнее, за такой лид заплатить. Это просто все считается, получается транзакционный бизнес уже. Мы знаем, сколько нам нужно вот таких вот анкет, странных, казалось бы, потому что мы знаем ее конверсию, там, столько-то там, десятых процента, и мы знаем, сколько потом кредита в среднем берет этот человек и сколько он приносит денег. Вот. То есть, такой транзакционный бизнес, возникший из вирусов. Антивирусы, как ни странно, идут ровно по тому же пути. Сначала это были продукты, которые продавались за деньги, потом их начали там, из коробок, вместо коробок скачивать из интернета, потом появились так называемые облачные сервисы, то есть, когда можно проверить или скачать себе, значит, этот антивирус. А сейчас быстро возникает модель бесплатного антивируса, который просто делает свою работу, ищет вирусы, и за него не надо платить, но он устанавливает вам еще так называемые веб-тулс, с которых продается трафик. То есть, вы ставите себе по сути рекламу, вы оплачиваете антивирус, просмотрим рекламу в антивирусе, либо куда-то нажимаете, там разные бывают, люди ставят свои браузеры, антивирусные писатели, то есть, создатели антивирусов, делают свои сборки браузеров, они ставят тулбары свои, еще что-то, или что-то даже ставят на заказ, то есть, чужие тулбары ставят, и продают их таким образом. Это другая модель, она с пользователя приносит, допустим, не 20 долларов в год, как обычный антивирус, а два, но зато это новый бизнес, и людям, которые не в Семантыке, не в лаборатории Касперского работают, этого вполне хватает на жизнь, то есть, это тоже транзакционный бизнес, такой новый, что будут делать те, кто разрабатывает традиционные антивирусы, я не знаю, потому что они не могут переключиться на бесплатную модель, потому что это означает снизить доходы в 10 раз. Социальные сети, ну, та же самая история, началось значит, просто общение, вообще никаких авторизованных методов доступа к аудитории, кроме как зарегистрироваться, дальше стали создавать группы, дальше начались боты, и так далее, сейчас уже речь идет о том, что массово продают анкеты, продажи лидов, и так далее. Вот, с новостями, о которых Носик тут говорил, та же самая история, были новости о ручной сборке и изготовлении, потом появились рерайтеры, собственно, вот лента, например, лента.ру, которую когда-то строил Носик, это же, они рерайтеры, они не являются информационным агентством или новостным, они берут чужие новости и их красиво переупаковывают. Вот, потом появились новостные агрегаторы, о которых тоже он говорил, это Яндекс.Новости и так далее, у которых много трафика, и которые новости вообще не... то есть фактически это уже приближение к транзакционному бизнесу. А дальше появились тизерные сетки, вы знаете, такие блоки, значит, на которых написано, там, не знаю, Кристина Агилера показала все, шок фото, да, вот, и там продается трафик, то есть эти тизеры пишут сами смешники, потом идут на какой-то хостинг этих тизеров, там это либо вот Директ-Адверт, либо это Маркет-Гид, либо еще там какие-то, и дальше, значит, они эти новости, то есть этими тизерами меняются и просто считают конверсию, сколько людей можно купить, там, условно говоря, посетитель 2 рубля, это нормальные посетители, которые, в общем, любят не только читать, а и что-нибудь тоже и покупать, как это ни странно, потому что в эти тизерные сети уже начинают подмешивать товарные объявления, и они работают, там реально идет покупающий трафик. То есть опять все сводится к фактически обмену лидами, а потом и транзакциями просто. Вот, ну а фондовые биржи, это там самый уже такой нехороший пример, я не знаю, вы слышали или нет про хайд-фреквенси трейдинг, когда торгуются роботы, когда они совершают тысячи покупок в секунду, когда там идет борьба за то, чтобы купить канал потолще, или просто поставить сервера поближе к бирже, то есть там каждый километр удорожает стоимость хостинга, потому что нужно успевать. Там эти все, значит, роботы работают на микро- или там нано-спредах, то есть на маленьких отличиях цены, и это надо делать очень быстро. И у кого лучше алгоритм, у кого лучше предиктор, который говорит, что вот на таком трейде эту акцию надо срочно купить, тот и выигрывает. То есть сражаются гигантские боевые нечеловекоподобные роботы, и в общем все, то есть там обычный трейдер там не при делах. Ну и если кто-то из вас торговал на ebay, он знает, как я не торговал, но рассказывает очевидцы, что там тоже в определенный момент пришли роботы, которые в общем убили идею аукциона во многих случаях, потому что они торговались быстрее человека и перехватывали товар в самый последний момент, в последнюю там миллисекунду перед закрытием аукциона. То же самое с торговлей доменами, там тоже роботы, конечно, то есть опять платформа доходит до состояния, когда все решают роботы и транзакции. Вот. Сейчас, прошу прощения, не туда нажал. Вот. Вот, значит, чуть-чуть больше конкретики. Значит, вот сейчас начали рассказывать, значит, захватывающие, или я бы сказал, душераздирающие истории про real-time bidding. Это, значит, как бы последний пист в развитии рекламы, особенно медийный, когда все агентства, площадка обзаводятся специальными программными платформами, которые между собой обмениваются запросами или предложениями на показ. То есть на стороне площадки делается sell-side платформ, система, которая знает, какой посетитель к ней сейчас пришел, какая у него кука, показывает этого посетителя и говорит, смотрите, кто у меня есть. А посетитель там с точки зрения этой платформы это там кука, его история, возможно, тематическая, какие страницы он просматривал. Ну и там что там еще может быть, анкета, если он ее запомнит, или запрос поисковый, с которым он пришел откуда-то, его тоже можно предъявить. То есть показывается некое явление сложное, которое называется пользователь. Если протокол значит, вот этот самый RTB всеми поддерживается, то на стороне медиабайера, так называемого, то есть того, кто закупает показы для клиентов, у него вот этот ESP, Demand Site Platform, она должна получить предложение показать рекламу вот именно этому пользователю, включить некий алгоритм анализа, нужен ли им этот пользователь. Ну, например, тематически мы там продаем яхты, а здесь, значит, наоборот, любитель кошек, да, ну, условно. вот, и предсказать, какая конверсия может быть от такого пользователя в деньги, а, соответственно, сколько за него можно заплатить, а сколько уже нельзя. И посередине между ними аукцион, то есть выигрывает те, у кого роботы быстрее, у кого предиктор лучше, и, соответственно, для ручной работы там места нет, то есть тщательное любовное размещение рекламы, возможно, и останется, но это будет такой бутиковый услуга. А вот эти штуки начнут, они и сейчас уже должны работать со скоростью там, ну, отдавать, условно говоря, пока со скоростью там 100 миллисекунд, да, за время в 100 миллисекунд, а может и быстрее. То есть, скажем, Яндекс уже сделал у себя, поддержал этот протокол, поддержит и Mail.ru, и многие, кто сейчас работает именно из больших, они это поддержат. Там пока сам OpenRTB, там есть OpenRTB, он пока такой еще как бы лохматый, еще не доделанный протокол, но рано или поздно это произойдет. И произойдет то же самое, что с этим самым High Frequency Trading, то есть, там будут рубиться между собой гигантские роботы и совершенно непонятно, какое место там останется для тех, кто размещает рекламу вручную. Ну вот, как вот этот господин в усах, который, наверное, про это потом скажет, у которого рекламное агентство бутикового типа. Вот, значит, сейчас действительно многие агентства начинают эту платформу свою писать под RTB. Вот, многие платформы, они идут к этому. Что ж такое, не могу понять, как пользоваться этой. Значит, ну понятно, какой путь аудитории в таких условиях на платформе. Он сначала, значит, желанный потребитель услуги, потом он массовый покупатель массового продукта, затем он массовый пользователь сервиса автоматического, а потом он просто такая молекула, представляющаяся, значит, всем этим наживающимся на транзакциях, просто какой-то анкетой, кукой и так далее. Значит, фактически атомарной транзакцией. Это значит, что вообще говоря, его интерес не очень важен, и он представляет собой просто нечто, что умножается на каскад конверсий. На одном звене, на втором, на третьем, и поскольку там происходит падение этих конверсий до тысячных долей процента, может быть, это значит интерес к конкретному пользователю ровно такой, в тысячу раз меньше, чем раньше. Это довольно неприятное состояние для пользователя, и понятно, что, условно говоря, у него как у потребителя может быть куча претензий к сервисам, например, а зачем вы продаете мои персональные данные или мои коммерческие данные, а все равно будут продавать, потому что так этот транзакционный бизнес построен. Да, там даже не очень важно, насколько точно эти данные, важна конверсия просто, и оценка примерного качества данных, который тоже умножается на все остальные конверсии. Вот, ну а для агентства, которые это делают, там есть несколько развилок, которые они должны для себя выбрать, что это либо агентство широкого профиля, как я говорил, которое там решает вопрос под ключ, либо это специализация. Вот мы делаем все для приложений на айфоне, и все. Значит, дальше приходится все равно решить, поскольку платформа развивается, на которой вы работаете, а вы, что, все руками делаете или вы все-таки пишете автоматические сервисы, как многие оптимизаторские компании начали делать. Взяли, сделали себя пульт, там, руки, там, и все остальное. Вот. Дальше, значит, придется решить, потому что в определенный момент сервис уже даже не интересен, интересно обмениваться именно транзакциями между платформами, которые невинны наружу, то есть по API, по протоколам. Вот. И тому, у кого уже успешный достаточно сервис, ему в определенный момент может потребоваться просто выдать наружу API, потому что происходит разделение труда, игроков и слоев становится все больше, и большинству из них нужно уже API, а вовсе не полноразмерный сервис. Ну и последняя развилка, что, а если все, значит, не получается или просто это становится накладной, или просто крупных игроков с большими сервисами стало всего несколько, и ты в их число не попал, то сменить платформу, просто заняться чем-то другим. Вот. Значит, каждый для себя принимает такие решения из тех, кто играет на этом поле, но ничего не поделаешь с развитием этих платформ. Оно закономерно и всегда идет от услуг транзакций. Хотя они очень быстро, сейчас, наверное, побыстрее. Другой вопрос, вот то, что сейчас, значит, предыдущий докладчик говорил, что стало круто, что можно стартап замутить там, как приложение для социальной сети или для айфона. Это просто речь о том, что стало можно запускать стартапы на платформах. Ну и раньше было можно. Стартап на платформе действительно запускается быстрее. Вот. И, соответственно, там можно сразу посмотреть, вот как игровики рассказывают, как это выглядит для игр, скажем, в социальных сетях. Берем небольшую команду с идеей, даем им продюсера, даем немножко денег, там, за 10-15 тысяч долларов максимум, а иногда за пятерку. Они пишут игру, в ней делаем контент на неделю, вбрасываем в социальную игру, в социальную сеть, причем без всякой рекламы, потому что на рекламу денег нет и не нужно. Если она по рекомендациям от знакомых поперла, вот тогда садимся и пишем контент на следующие месяцы игры. Если она не поперла за ближайшую неделю, то просто забываем о ней, делаем следующую. То есть выживает в такой ситуации фабрики, вот таких игр, которые являются такими фабриками стартапов небольших на этой платформе. Иногда у них несколько платформ, сразу там несколько социальных сетей, плюс мобильники. Вот. Это действительно работает. Но, конечно, самые большие деньги и самый большой успех достаются тем, кто строит свои платформы, кто плечется вот в свободном океане между этими материками платформ и пытается сделать что-то свое. Но их, как всегда, немного. Новую платформу сделать это не так просто. А всем остальным приходится работать на платформах. Ну, собственно, я закончил. Спасибо. Есть время на вопросы? Нет? Говорят, что времени на вопросы нет, к сожалению. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok